МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В лидерах по приросту Владимир 61 заболевшие за сутки, ковров на втором месте 15, на третьем гусь-хрустальный, где выявлено 14 заболевших. Летальных исходов 4, так же, как накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 3352. Число выздоровевших 2004. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 132 159. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Исполняющий обязанности директора облздрава Артем Осипов пояснил, при каких условиях избавиться от приставки ИО. Напомним, он работает в этой должности с конца прошлого года. Утверждение в должности директоров департаментов и профильных министерств, если мы про другие субъекты, это процедура, которая согласуется с Минздравом. Поэтому компетенция, она в том числе оценивается там. Я могу сказать, что эта процедура идет. Не секрет, что руководство депздравом работа нервная и проблемная. Кроме ковида и лекарственного обеспечения льготников, у здравоохранения региона еще немало больных мест. Да и руководство облздрава в последние годы меняется с незавидной регулярностью. Александру Жесткову, предшественнику Артема Осипова, предъявили обвинение в халатности. На вопрос журналистов, как сам Артем Осипов оценивает свои силы для руководства облздравом, он ответил уклончиво. А вы как думаете? Я не специалист в этом. Вам мечтать надо великому. Снова мимо. Очередные торги на поставку 17 новых автобусов для Владимира оказались провальными. Они попросту не состоялись. Никто из производителей на конкурс не заявился. 29 марта был окончен прием заявок от поставщиков. Напомним, по условиям заказчика администрации города Владимира, за 252 с лишним миллиона рублей они должны поставить 17 автобусов для муниципального Владимир-пассажир-транса. Согласно документации на сайте госзакупок, желающих сделать это в рамках контракта не нашлось. Закупать автобусы планировалось на средства инфраструктурного бюджетного кредита. 253 миллиона рублей, который был получен еще в прошлом году. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 29 марта 2022 года в 9 утра не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке, на основании пункта 3 части 1 статьи 52 федерального закона 44 ФЗ признать электронный аукцион несостоявшимся. И вот теперь неизвестно, когда же средства будут освоены. Не оказался ли тендер под угрозой срыва? Ведь это уже не первая попытка городских властей провести торги. Сперва мэрия заявила, что купит всего 14 машин, потом передумала. Конкурс объявили на закупку 10 больших и 7 средних по размеру автобусов. Но аукцион провалился. Сразу две компании пожаловались на условия конкурса. Они попросту не смогли в нем участвовать. Завод Волгобас вообще заявил, что конкурс якобы подготовлен только для одного производителя – белорусского МАЗа. С доводами частично согласились в управлении Федеральной антимонопольной службы. В итоге торги не состоялись. Их перенесли. Не стали ли за это время автобусы банально дороже? Удастся ли властям закупить 17 машин, как было заявлено? К слову, на прошлой неделе, когда администрация города по требованию УФАС вносила изменения в конкурсную документацию, количество автобусов это не коснулось. Что планируют сделать городские власти с проведением многострадальных торгов? Мы направили официальный запрос в мэрию. К слову, до того, как результаты торгов были отменены по требованию антимонопольщиков, в них хотя бы был победитель – рязанская компания. Однако в этот раз она почему-то заявку не подавала. Возможно, теперь производителям и поставщикам попросту невыгодны условия контракта? Мы обратились за комментарием по этому вопросу к местному производителю автобусов, предприятию «Волгобас». Оперативно предоставить комментарий там не смогли. Официальную позицию пока формулируют. У нас есть определенная договоренность по автобусам. Уверен, что мы найдем компромисс между техникой других производителей, которые также будут востребованы. К примеру, в районах все-таки нужны не низкопольные, а все-таки высокопольные с высокой проходимостью автобусы. А для Владимира, я думаю, что появятся автобусы, появится сервис для этих автобусов. И это позволит надежно эксплуатировать эту технику. К слову, на Волгобасах владимирцы начали ездить больше пяти лет назад. Как отметил в Рио губернатор, изначально не все шло гладко. Но теперь производитель якобы усовершенствовал машины. Первый блин был комом. Я общался и с горожанами, и с теми, кто эксплуатировал. Ну, собственно, и руководство «Волгобас» тоже признает, что первые поставленные автобусы без должного обслуживания пришли быстро в негодность. И это был такой нехороший опыт несколько лет назад. Вот сейчас предприятие накопило компетенции в обслуживании, в сервисном обслуживании, заменило двигатели, заменило систему подготовки автобусов. Кроме того, заявил Авдеев, область готова поддержать местное производство в создании автобусов на альтернативном топливе. Массовое производство таких машин получится наладить при заключении группой компании «Бакулин Моторс Групп», так называемого «СПИКа», который заключается с Минпромторгом. Эта такая программа расшифровывается как специальный инвестиционный контракт. Как отметил в Рио губернатор, это возможность для развития производства и выхода в том числе на международные рынки. Но Владимирская область от этого тоже будет в плюсе. Рынки электробусов и водоробусов, которые будут работать на водородном топливе. В целом, стратегия международная, мировая, идет к тому, что влияние на экологию должно быть минимизировано. И, соответственно, мегаполисы, в первую очередь, где высока концентрация транспорта, будут все-таки потихоньку переходить на электротягу или на водородные двигатели. Для нас это может быть менее актуально, но мы бы хотели также поучаствовать в поддержке предприятия, ходатайством, какими-то другими нормами, по кадрам поработать, поддержать заявку по этой программе. Авдеев назвал вопрос налаживания производства электробусов и водоробусов перспективой недалекого будущего, а именно двух-трех лет. Жители поселка Сокол против нового кладбища. Люди обратились во Владимирский районный суд с иском. Они хотят оспорить генплан муниципального образования «Боголюбовская», а точнее пункт, в котором говорится о размещении кладбища в 900 метрах к северу от поселка. План был утвержден Советом народных депутатов Суздальского района 28 апреля 2021 года. По мнению жителей, документ противоречит законодательству, а именно федеральным законам о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, а также о погребении и похоронном деле. Люди говорят, что размещение кладбища повлечет существенное ухудшение эстетического облика местности и даже психологический дискомфорт. Дело будет рассмотрено 11 апреля 2022 года. В Киржаче инспекторы ДПС провели очередную проверку водителей. В этот раз проверка коснулась соблюдения правил перевозки детей. Из нескольких десятков остановленных машин у 11 были выявлены нарушения применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Водители привлекли к административной ответственности и напомнили, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к печальным последствиям. Сотрудники ГИБДД напоминают, часто причиной полученных ребенком травм в дорожно-транспортных происшествиях является игнорирование взрослыми требованиями ГИБДД. С 3 апреля в Коврове перекроют движение для троллейбусов на аварийном Павловском мосту. Дело в значительном весе троллейбусов, масса которых составляет без малого 12 тонн. При этом движение маршрутных автобусов сохранится в полном объеме. В настоящее время через мост проходят маршруты троллейбусов номер 2, 4 и 8. С 3 апреля троллейбусы будут разворачиваться перед пешеходным переходом в районе центральных проходных ОАО «ЗИД». Когда же начнется ремонт самого моста, пока неизвестно. В настоящее время проводится процедура подведения итогов конкурса на определение подрядной организации, которая и будет заниматься ремонтными работами. Владимирский районный суд рассмотрел апелляцию бывшего главврача областной клинической больницы Любови Быковой, но оставил приговор без изменений, а именно лишение свободы на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей. Напомним, Любовь Быкова обвинялась в получении двух взяток на сумму 500 тысяч рублей и 950 тысяч рублей при поставках дорогостоящей медтехники. Тогда обвиняемая свою вину полностью признала. 29 марта в рамках рабочей поездки в Собинский район в Рио губернатора Александр Авдеев, депутат Госдумы Алексей Гавырин и депутата ЗАГС Собрания посетили завод по производству автобусов «Волгобас». Сегодня предприятие выпускает по два автобуса в сутки. С 1 апреля планируется выйти на производство шести единиц техники. Но для этого необходимы в первую очередь рабочие руки. Сегодня заводу необходимы еще как минимум 200 квалифицированных специалистов. Очень важный блок вопросов, который нужно параллельно решить, это вопрос с качественной средой, с жильем, где эти специалисты будут жить, в каких условиях. Поскольку сегодня среда для жизни является ключевым фактором преимущества одной территории, одной области перед другой. Ну а запчасти для производства автобусов планируется по максимуму закупать у региональных и отечественных производителей. Вопрос импортозамещения выходит на первый план. Вообще в Муроме планируется создание, как сегодня сказал губернатор, планируется создание центра компетенции на тему мехатроника. Безусловно, речь будет идти о тесной кооперации всех предприятий, всех машиностроительных центров нашей области. Коврова, Мурома, Владимира, непосредственно Забудова, Волгобас, с целью как раз обеспечивать себя всем необходимым. Поддержку обл. администрации получит агробизнес Владимирского региона. На этом заводе в городе Лакинск производят комбикорма, а также биодобавки для животноводства. Общее количество выпускаемой продукции около 50 тысяч тонн в год. Вся продукция завода Дехиос проходит проверку в их лаборатории. Комбикорма и добавки производятся из натурального растительного сырья, например, ячменя, пшеницы и кукурузы. Мы производим премиксы и корма для сельскохозяйственных животных всех видов. Престартерная корма для маленьких поросят, маленьких птиц и маленьких телят. У нас увеличивается мощность, то есть растет у нас объем заказов, развиваемся. Кстати, сейчас идет подготовка к выпуску новых кормов для рыбных хозяйств. Но предприятие уверено, в условиях современных реалий эта отрасль экономики должна пойти в гору. Также делегация из Белого дома побывала на небольшой агропромышленной выставке. Как выяснилось, производственные мощности нашего региона с каждым годом растут. Ну, например, количество яиц, производимых в компании «Владзернопродукт», выросло на 200 тысяч штук в день. Впрочем, поддержать аграриев все-таки придется. Как объяснил Александр Авдеев, часть техники у региональных предприятий находится в лизинге и существенно подорожала. Справиться с этим власти помогут рублем. Если мы сейчас не поможем нашим аграриям, то они потеряют авансы, которые они внесли. И, собственно, не смогут обеспечить посевную и не смогут обеспечить развитие своих предприятий. Также особое внимание в этом году будет уделяться посевной компании. Руководство области отмечает, в настоящий момент потенциал для развития сельского хозяйства в регионе огромен. Более 260 тысяч гектаров земель, пригодных для выращивания хлеба, сейчас не обрабатываются. Хотя ресурсы для этого есть. Власти помогут. Сегодня часть решений уже принята, часть в стадии реализации для того, чтобы обеспечить дешевыми оборотными средствами тех, кто занимается посевной. Сегодня есть все необходимые условия для того, чтобы увеличить темпы и объемы производства в сельском хозяйстве в Владимирской области в два, в три раза за ближайшие годы. Есть воля, есть желание у всех тех, кто сегодня в сельском хозяйстве работает. Осталось только сделать. Григорий Кошкин, Руслан Павлухин, 6 канал.